Здравствуйте! В эфире телеканал БТБ. Это Национальный интерес. Меня зовут Николай Матвеев. Сегодня в программе мы будем говорить об имущественных правах на Донбассе, о самом правовом поле, о том, насколько оно вообще действует на тех территориях, над которыми в данный момент нет контроля с украинской стороны. Беседовать сегодня будем с нашей гостью в студии адвокат Татьяна Матиш. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите о том, можно ли говорить сейчас с какой-то уверенностью или неуверенностью, что все-таки некие правовые рамки на тех территориях, которые сейчас контролируются боевиками на Донбассе, что они все-таки соблюдаются. И если соблюдаются, то какие в каких сферах? Вообще о какой-то законности можно там говорить? Какой-либо законности разговаривать на Донбассе невозможно априори, потому что нету законов. То есть они изначально отвергли все законы Украины и своей законодательной базы у них нет никакой. Единственное, что они якобы приняли там какой-то уголовный кодекс или уголовный процесс на основе российского. И то я не видела этих нормативных актов нигде. То есть они говорят, что у них что-то есть. Больше никаких нормативных актов у них нет. Есть еще что-то наподобие Конституции, но это наподобие Конституции, потому что то, что я читала, это к современной Конституции не имеет никакого отношения. То есть надо понимать, что боевики на этой территории, они руководствуются чем? Какими-то общими нормами местной морали своей персональной или чем? Вообще никакой регуляторной функции законодательной не существует на этой территории? Местной морали здесь нет. Там есть единственное, что есть сила оружия. То есть люди руководствуются только тем, что они думают и что они хотят, имея в руках автомат, гранатомет или иное оружие. Все, вот это для них закон. То есть закон силы, закон оружия. Ну вот очень интересует всех ситуация с тем имуществом, которое на сегодняшний день есть в Тонецке, в Луганске. Мы понимаем, что там есть предприятия, помещения, есть магазины, есть некое оборудование на предприятиях. Ну вот огромное количество имущества, которое в современном мире по праву кому-то принадлежит. И вот придерживаемость святости частной собственности, права на владение чем-либо законного, на этом держится современный мир. На сегодняшний день что происходит с имуществом на Донбассе? Давайте так, мы разделим сразу на несколько категорий это имущество. Есть имущество, которое принадлежит приверженцам, либо же вообще руководителям ДНР. Там есть и рестораны, есть предприятия, собственники которых изначально поддерживали. То есть это имущество, оно неприкасаемое. Это имущество, которое принадлежит этим людям согласно украинским законам? Украинским законам. То есть на него распространилась мораль ДНР, потому что законов там нет. Это имущество неприкасаемое. Есть люди, которые не высказывают активно свою позицию, находятся сейчас в Донбассе, в Донецке, в Луганске. Их имущество там им предлагают отдать контрольный пакет Народной Республики. Контрольный пакет это значит... 51% акций, а самим переходить на зарплату фактически. Объясняют это тем, что республика народная, значит имущество должно быть народным. Это речь о так называемой ДНР, да? Да, да. Вот то, что я знаю, потому что я сама как доничанка, и я знаю, общаюсь очень много с доничанами, и знаю, что происходит там, с бизнесменами общаюсь с местными. Те, которые пытаются как-то сохранить, потому что вы понимаете, что если крупный бизнес, то руководитель предприятия, он морально не имеет права даже покинуть, потому что он несет ответственность не только за себя, но и за тех людей, которые у него работают. Вот, поэтому многие бизнесмены вынуждены находиться там, несмотря на то, что есть угроза их жизни. Но им предлагают вот таким вот образом... Хорошо, а как же тогда вот эти отношения предлагают оформить, если речь идет о том, что правовое поле, по сути, там бессильно? Если человеку говорят, передай нам 51% акции твоего предприятия, то по какой схеме? На каким механизмам регулируются эти отношения? Я сомневаюсь, что кто-то может объяснить механизм, потому что Донецкая Народная Республика — это абсолютно нереальное какое-то образование, которого фактически нету. Признаков государственности, предусмотренных, допустим, теорией права, у этого образования нету. То есть нету ни банковской системы своей, ни валютной системы, ни правовой системы, ни регистрационной системы. То есть фактически этого сделать по закону невозможно. Но это, знаете, типа как по понятиям у них, да, можно? Ну что, на уровне расписки какой-то? Или напиши, что 51% — это мне? Да, вот так вот. И поставь здесь дату подпись? Вот только на этом примитивном уровне? Вот как-то так оно происходит. Ну это, по сути, что получится? Рэкет какой-то? Это отжимание того, что мне понравилось? Я просто возьму твою игрушку... Знаете, очень много было фильмов о революции 17-18 года, прошлого века. Очень много было, наверное, каких-то рассказов. Ну элементарно, вот свадьба в Малиновке. Вот то, что происходит в Донбассе, это точная копия. Просто, понимаете, свадьба в Малиновке, она сделана более в комичном таком жанре, и не показаны реальные жертвы. Если бы в Донбассе на сегодняшний день не было столько физических жертв, не было столько разрушений этого имущества, мы бы смеялись. Потому что то, что происходит, это комедия и фарс. То есть достаточно пересмотреть старые добрые черно-белые ленты... Вот представьте себе свадьба в Малиновке, залитая кровью и с разрушениями. Вот вы поймете, что происходит. Приблизительно такая же власть сейчас в Донбассе. То есть люди, которые... Они не имеют никакого опыта управления, даже мелкого управления фактически. Они не имеют никакого достаточного образования. То есть если вы возьмете, то к власти там пришли люди, которые никогда даже не имели какого-то среднего бизнеса, чтобы там было количество наемных людей, которые умеют нести ответственность, распоряжаться. То есть это не менеджеры, не управленцы? Это ура! Гоп-ура! Вот такой вот отберем, поделим. На сегодняшний день, насколько мне известно, они проводят инвентаризацию имущества Донецкой Народной Республики. Причем у них очень сжатые сроки. Они должны эту инвентаризацию... Вы можете себе представить миллионы квадратных метров недвижимости в Донецкой области? Только в Донецке. На миллион жителей? Ну вот какое количество недвижимости? Вы себе прекрасно представляете. Вот эту инвентаризацию они должны провести до 1 ноября. А к чему такая спешка? А 1 ноября у них начнется национализация. А инвентаризируют недвижимость? Жилую, нежилую, коммерческую, производственную? Все. То есть все, что... Вот по третьей категории я так и не дошла. Третья категория – это люди, которые остались верны Украине и вынуждены были покинуть территорию ДНР. То их имущество национализируется с 1 ноября в полном объеме. То есть те люди, которые сейчас не находятся у себя, грубо говоря, дома, по месту прописки, которые уехали от войны, от стрельбы, от разрушений. Даже просто уехали от войны. Понимаете, даже в тех районах, где стреляют сильно. Да, допустим, есть районы потише в Донецке, а есть районы громкие. Там Петровка, Киевский район, очень тяжелые районы. Так вот, там соседи, бабушки говорят, что если не будет людей дома во время отопительного сезона, то тогда мы расскажем ДНР, полицию, взломают двери и национализируют. То есть там бабушки занимаются тем, что они узнают, кто из соседей дома. Они контролируют этот вопрос и с 1 ноября обещают национализировать такую недвижимость. Какова же, предположительно, судьба национализирования недвижимости? Что квартиры, вещи будут раздавать в качестве оплаты боевикам, в качестве наград тем, кто поддерживает идею? Я думаю, что те, которые квартиры поинтереснее, их будут использовать в качестве награды для боевиков, для поощрения. Я думаю, что дорогое имущество, техника, которую нам вывезти, кстати, никто не разрешил. Это проблемы государства нашего, это очень большие проблемы. Мало того, что государство нам не обеспечило безопасное проживание у себя дома на своей территории, на сегодняшний день, вот меня всегда возмущают переговоры в Минске, да, то есть там Кучма, как экс-президент, договаривается о чем-то с террористами и ни разу нигде не было, не проскакивало по договоренностям права граждан обычных, права людей. То есть, чтобы вы понимали, вы из ДНР на сегодняшний день запрещено вывозить технику. То есть, имея там дома определенную бытовую технику, довольно дорогую, часто густо люди имеют, они даже ее не могут забрать. То есть, вы понимаете ситуацию переселенцев, которые сейчас переехали, не имея жилья, вынуждены снимать, не имея работы, нужно снимать опять-таки, платить за съемные квартиры. Не могут люди вывезти даже элементарные там какие-то бытовые... То есть, просто съездить и забрать что-то из необходимого, что есть и стоит, да? Ну, нельзя. Была ситуация, когда человека чуть не задержали, не расстреляли за холодильник с пылесосом, ой, холодильник, говорю, утюг с пылесосом и с кастрюлями. То есть, это вообще мелкие такие бытовые вот вещи, которых, ну, которые, я не знаю, квартиры, где бы не было пылесоса и утюга, это естественные вещи. Ну, а вот в этот случай, вы говорите, он какой-то частный, это инициатива, не знаю, людей, которые на блокпостах стоят и отбирают все, что попало. Они говорят, что у них что-то есть. Почему? Потому что, если я не ошибаюсь, на новую почту приходили, пытались передать посылками или новая почта, или вот я не скажу, кто. Ну, какая-то служба доставок, да? Да, служба доставки вся украинская. К ним пришли и попытались передать технику. Они отказались принимать технику именно под, обосновывая это тем, что запрещено из Народной Республики вывозить технику. То есть, даже таким образом невозможно передать технику родственникам, которые там, они пытаются что-то сделать. Ее можно вывезти, если заплатить большие деньги на блокпосту. То есть, дай взятку. Ну, то есть, может быть, возможно, сам ажиотаж, сам прецедент создан для того, чтобы просто вымогать деньги, да? Ну, на таком, на мелком бытовом уровне. Ну, вымогать деньги, и плюс это дает право тем же на блокпостам воякам дыровским, которым дается право фактически отбирать то, что им понравилось. Вот нет у него хорошего холодильника, а там едет хороший холодильник. Почему не разжиться на хороший холодильник? То есть, люди, которые пытаются таким образом разжиться какими-то вещами, они осознают, что, ну, эти вещи использовать на территории, на нестабильной территории, на территории, на которой стреляют, на которой не действуют законы, ну, что этими вещами не особо-то удачно можно и пользоваться. А им все равно. Они будут пользоваться, пока имеют возможность. Оно же не их, оно не заработанное. То есть, какой-то перспективы, видение будущего этих территорий у людей, которые там сейчас занимаются этим производством? Это хорошо сейчас. Понимаете, люди, которые взяли оружие в основном и бегают с оружием по городу, из местных. Я не говорю наемников, которые приехали там, я не говорю военные российские. У них там свои задачи, да, у них свои цели, свои задачи. Я говорю о местном контингенте, который Донецкий взялся и поддерживает вот это вот движение. Это люди, которые в жизни своей фактически ничего не заработали. Крупнее, там, пачки сигарет и бутылки водки. То есть, они перебивались хлеба на воду где-то случайными заработками, в лучшем случае устраивались в шахту, и то вряд ли надолго, потому что и оттуда его выгоняли. Основной контингент идет такой. А вот теперь представьте себе, что эти люди, которые ничего в жизни не сделали, ничего в жизни не заработали, они имеют возможность теперь ездить на дорогих машинах, жить в дорогих квартирах в центре города, пользоваться дорогой бытовой техникой. Ну и что, что ее разбомбят? Они следующую отберут. А то, что это требует действительно какого-то, ну не знаю, ухода, поддержки, машину нужно заправлять, обслуживать, то есть поломается с меню? Да. Поломается с меню. Вот мне рассказывали ситуацию, что в Макеевке есть один бывший сотрудник ГАИ, который там с семьей все живет, он полностью перешел, он сейчас сотрудник полиции ДНР. Его жена, в бытность его гаишникам Украины, ну вы же знаете, как у нас гаишники зарабатывали, но она довольно скромно ездила, там у нее были автомобили типа Део, Ланоса, старенького, бывшую машину. Сейчас ее видели на дорогущем 600-м Мерседесе. Единственный нюанс, что у этого Мерседеса простреленная сторона, одна автоматная очередь прошлась. То есть человек, женщина, прошу заметить, мать двоих детей, ездит на автомобиле, в котором убили другого человека. Если же вспомнить о том, что, ну понятно, что из Донецка не выехали абсолютно все его жители, которые бегут от войны или не разделяют позиции самопровозглашенных ДНР. Известно ли вам о том, работают ли ваши коллеги на территории Донецка сейчас, юристы, адвокаты, суды, как обстоят дела вот в этой сфере? Абсолютно не работает ничего. То есть есть мои коллеги, которые находятся там, но они просто находятся там. Как таковой работы нету. То есть судебная система вообще не работает, украинское законодательство не работает, законы военного времени, они не предусматривают присутствие адвоката вообще. То есть как таковой работы адвоката, там вот правоведа, там нет никакой. А вот к судьям, известны ли факты обращения так называемого руководства этих самопровозглашенной республики, например, к судьям с просьбой помочь разбираться с какими-то конфликтными ситуациями в среде самих боевиков? Нет, они к судьям не обращаются с такими вопросами. Они наоборот. Еще ситуации были май-июнь месяц, когда к судьям приходили и требовали, чтобы судьи сняли у себя в кабинете с рабочего места символику Украины. То есть украинский герб и украинский флаг. Несмотря на то, что все решения приговора выносились исключительно именем Украины, у судей требовали, чтобы они отказались от символики Украины. То есть такие случаи я знаю это точно, потому что мне об этом рассказывали не раз. К судьям обращаться за установлением справедливости ДНР не обращается. Единственное, что они им предлагают работать в ДНР. То есть какая-то агитационная работа, да? Они обещают, что в перспективе будет законодательство, будет правовая база, будет судебная система, будет. То есть это все мы говорим в будущем времени. И как бы будут какие-то зарплаты, что-то будет, чтобы они приходили работать к ним. Понимания о том, из чего все это будет финансироваться, тоже нет, да? То есть, опять-таки, судьям же не предложат встать на блокпосту и взять то, что им понравится у человека, который, может быть, будет что-то вести. Или отнять любую машину, которую судья захочет, просто чтобы он работал. Ну вот они, понимаете, не рассчитывают. В Донецке, в принципе, еще очень много денег. Там действительно еще очень много живых денег. И эти деньги, они ходят по кругу, они отбираются, там, передаются, платятся. Вот, видать, путем отбора, может быть, друг у друга уже, я думаю, что в скором времени, когда закончится у народа, у населения, там, у предприятия закончатся деньги. Я думаю, что начнется передел внутри самой банды. Вот, и кто посильнее, у кого больше оружия и больше бригада, сказал, что, ну, мы, в принципе, проходили, да, это 90-е годы, когда одна группировка бандитов уничтожала другую для того, чтобы вот разделить, переделить сферы влияния, уже поделенные ранее. Вот, приблизительно то же самое, я думаю, что выйдет в ближайшее время, ну, максимум год. Максимум год и начнут делить. Ну, то, что происходит вот на уровне бандитских разборок, приблизительно себе можно представить? Вы говорите о том, что на территории, так называемой ДНР, есть наемники. Это люди, кому подчиненные и за чьи деньги наняты наемники? Я не могу говорить как очевидец, потому что я не видела, как бы платили, но то, что говорят местные, те люди, которые с ними общаются, наемников очень много, очень много людей среди казачества. То есть я общалась как с россиянами, пыталась выяснить, каким образом они попадают на территорию Украины. То есть россияне это люди без гражданства Украины, приехавшие с территории Российской Федерации с российскими паспортами? У них было, вот как мне рассказывали, было несколько направлений найма вот этих вот людей. Одно направление обещало зарплаты от 60-80 тысяч рублей в месяц. Другое направление там еще какие-то, вот допустим, казачество, оно давало самые маленькие зарплаты 30-40 тысяч рублей в месяц, но обещало в случае серьезной травмы или смерти миллион рублей. Вот, очень многих людей кинули, то есть старались не платить эти деньги. Многие люди даже не могли потом, ну родственники погибших, не могли даже забрать транспорт, допустим, с территории Украины уже. А опять-таки нет никакого юридического поля, да, и, видимо, нет никаких реестров этих наемников для того, чтобы доказать, что человек в чем-то участвовал? Да, на листочке, который может есть, может выкинут, у кого-то в дневнике, причем из-за вот этих вот денежных вопросов, там тоже у них идут свои по России разборки, перестрелки. Вот, допустим, мне рассказывали ситуацию одного национального героя России, такого. Значит, жил себе мужчина, решил сына женить в маленьком городе, недалеко от Москвы, но город маленький, депрессивный абсолютно, работа, там фабрика наполовину работающая, трикотажная, и еще одна какая-то тоже наполовину работающая. То есть жуткая безработица, денег нет, недостаток. Это неправда, что там большие зарплаты, пенсии, это все сказки для приезжих, там Россия заканчивается МКАДом. Там действительно, внутри МКАДа там все хорошо. Вот, и теперь в Крыму сделали вот пенсии, зарплаты пока сделали вот где-то близкие к МКАДовским. А все остальное население живет очень бедно. И вот один человек решил женить сына, ну, то есть сына на свадьбу, и ему предложили вот казаческий вот этот вот вариант, ехать в Украину, в Луганск повоевать. Ну, так как человек, я вам расскажу потом по натуре, по его, что он из себя представляет, вы поймете, что они согласятся, что такие люди действительно соглашаются. Он абсолютно спокойно согласился на это предложение, чтобы заработать и на свадьбу, и на квартиру в перспективе. Ну, вдруг убьют миллион. Для села вот так вот, миллиона хватит. То есть, если не мне, то хотя бы семье оставить какую-то поддержку. Сыну, да, вот наследство. Он сел на свою машину, поехал в Луганск. В Луганске его буквально в первую неделю убили. Ну, не говоря уже о том, что миллион он не получил, родственники с трудом выбили назад машину. Казаки ее не отдавали. Вот. И, значит, теперь в России хотят в этом городе поставить ему памятник, как ура герою ДНР, ЛНР. А местные жители, они в диком ужасе, потому что история этого человека очень интересная. Он, как все, закончил там школу, училище, да, женился, родил ребенка и сел за убийство. Убил таксиста по пьяной лавочке. Через время освободился, погулял на свободе и сел за изнасилование малолетки. И вот теперь это национальный герой России. Ну, некие конфликты на территории Российской Федерации, конечно, тоже вызывают удивление. Истории, которые доходят. Ну, опять-таки, насколько красочно они рассказываются и насколько глубок фактаж того, что действительно там происходило. Я разговариваю просто с россиянами, с местными жителями, потому что их немного, пускай их 10% россиян, людей адекватных, которые воспринимают ситуацию, как она есть, и понимают, что война идет между нами с ними. Не между Америкой и Россией, не между Украиной ДНР, а именно между Россией и Украиной. То есть это понимание у них есть? Есть. Небольшое количество, но понимают. И они мне рассказывают историю своего окружения, о которой я там собираюсь, потому что, в принципе, это интересно очень. Вот психологию войны двух народов, которые, как бы говорили о том, что они братские. Вот, допустим, ситуация, кто идет в наемники. В наемники в Украину россияне действительно не хотят идти воевать против украинцев. Идет две категории. Либо вот, как я расписала, что человек с двумя судимостями, где он никто и ничто пытается заработать, там, на свадьбу, на жизнь, на что-то. А вторая категория молодняка, который говорит очень страшные вещи. Для меня они просто, как для человека, как для женщины, они вообще жуткие. То есть они говорят, да, я поеду, мне предложат срочник. Пацан срочник, вот, молодой, там, да, до 20 лет. Он говорит, мне предложат контракт в Украину, я поеду воевать на Донбасс. Почему? Потому что, говорит, а что, говорит, а где я еще могу по живым мишеням безнаказанно пострелять, еще героем стать? Вы представляете? Видимо, есть и такая категория людей. Их немало. Если вы посмотрите вот эти селфи, российские, которые будоражат весь мир, они именно и показывают, что люди, это уже не люди. Это, у них уже ничего человеческого не осталось. Это просто ужасно. Ну, вопрос, работает с такими людьми, это вопрос к нашему силовому блоку. Исключительно. Буквально остается три минуты. Хотела вас спросить о том, как в будущем, в перспективе будет проясняться, опять-таки, вопрос с юридической точки зрения, с возможными национализированными объектами той же недвижимости, жилой, просто с теми квартирами, которые подбирают у людей, но права, на которые у людей останутся в виде каких-то документов. Вы понимаете, в чем дело? По большому счету, при восстановлении законностей и порядка на оккупированных территориях в Донецке, в области, вопросов по возврату данной недвижимости не станет никаких. То есть люди, которые будут заселяться в нее сейчас под руководством ДНР, они как самовольно заселившиеся, самовольно занявшие помещения. Это вообще решается на сегодняшний день даже в судебном порядке с выселением без предоставления нового жилья, независимо от того, есть там дети или нет. Просто на улицу? Да, это на улицу выселяются. Если же, но я думаю, что для того, чтобы эту процедуру упростить, достаточно будет просто создать реестры и на законодательном уровне, чтобы, ну вот, допустим, мне, да, в мою квартиру вселились, а мне нужно будет выселить людей. Ну, я должна буду где-то снимать квартиру, подавать в суд, судиться, а потом ждать, когда вступит в силу, потом с исполнителями выселять. То есть это процедура, да, можно будет на законодательном уровне эту процедуру упростить. Есть другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто-то думал о том, что ипотеки у нас очень много? Что у нас недвижимость в ипотеке. То есть люди, которые не имеют ни недвижимости, вынуждены тратиться на съем недвижимости и в то же время платить обязанности перед банком. Они же не погашаются, они же никуда не деваются. То есть государство на сегодняшний день, вот госорганы, я не хочу говорить государство, потому что государство, я считаю, это все наши 48 миллионов украинцев. Это и есть государство Украины, мы все вместе. Но те органы, которые мы наделили, которые мы делегировали полномочия нас защищать, они фактически нас сейчас, вот допустим, меня как человека, да, они меня подставили в такие условия, в такие рамки, и абсолютно не хотят меня видеть, не хотят замечать, что я есть, у меня есть проблемы. И так о каждом из 7 миллионов жителей Донбасса можно сказать. Важные вопросы нужно поднимать все чаще и больше. Я благодарю вас за то, что сегодня рассказали о том, о чем знаете сами, и о той информации, которую вы собираете специально в связи с своей профессиональной деятельностью и, в принципе, из общего интереса. Благодарю за информацию для дальнейших размышлений. В эфире «Национального интереса» сегодня мы говорили о ситуации на Донбассе, в частности, говорили об имущественных правах на Донбассе, и пытались даже разобраться, существует ли некая законодательная база или правовое поле в так называемой ДНР. Беседовали сегодня с нашей гостьей и адвокатом Татьяной Матиш. Меня же зовут Николай Матвеев. Мы увидимся на БТП. Будьте с нами.